Здравствуйте! С вами Ивантеевское телевидение и я Екатерина Бондарева. Вы смотрите новости города на нашем телеканале в 7, в 9, 12, 14, 19, 20 и 22 часа. А теперь к новостям. Сегодня в выпуске. Приступили капитально. Ремонт в двух проблемных многоквартирных домах. В засаде. Общественники выслеживают тех, кто не хочет жить в чистоте. Знаем немного. Помнят старожилы. 40-летие трагедии в Пушкино. Программа капитального ремонта многоквартирных домов Подмосковья на 2017 год включает более 3 тысяч домов. На эти цели выделено свыше 15 миллиардов рублей. В Ивантеевке к работам должны приступить уже на следующей неделе. Ну а пока активная деятельность видна по двум проблемным адресам, переходящим с прошлого года. Многострадальный дом по Маяковскому проезду 11 в эти дни приобретает новый вид. В скором времени рабочие облекут четырехэтажку со стороны двора в новый фасад. Каким он будет, можно увидеть с другой стороны. Напомним, работы по программе капитального ремонта по этому адресу начался в прошлом году. Тендер выиграла фирма ВПК «Строй». За пару месяцев тут сменилось несколько бригад. Но работы по ремонту систем отопления были брошены в разгар холодов. Возобновилась деятельность тут только в апреле. Причём той же фирмой. Но, как подчёркивают в администрации, в скором времени все запланированные работы здесь завершатся. Отопление тут должно быть сделано только к 1 октября. Ещё один брошенный с прошлого года многоквартирный дом по Хлебозаводской 41. Здесь, уверяют в администрации, капремонт тоже скоро будет завершён. Что касается домов, внесённых в программу 2017 года, то работы в них и на них начнутся только после 20 августа. Всего таких домов 15. Не считая тех, где будет меняться лифтовое оборудование. Таких домов 4. Всего в них заменят 18 подъёмников. Открытая власть. Один из способов общения руководителей города с жителями – личный приём. Глава города проводит его один раз в месяц по средам в приёмной на Советском проспекте. На приём главе города записано 19 посетителей. Часто сюда обращаются, когда вопрос не решается на месте соответствующими службами. Запах в подвале дома на трудовой и отсутствие проветривания создаёт невыносимую жизнь жильцам. И хотя вопросом занимался РЭП и службы, их нерасторопность побуждает главу города Елену Ковалёву дать поручение проанализировать ситуацию и исправить. Также по просьбе жителей заместители главы Дмитрия Чинихина и Алексей Савченко обследуют спортивную площадку на трудовой на предмет гремящей сетки и правопорядка. Также жители обсуждают с Еленой Владимировной капитальный ремонт дома 9 по заводской. Уточняют, что не устраивающий их первоначальный проект ремонта крыши будет заменён. Вырубка леса в лесопитомнике, протесты жителей по поводу работы круглосуточного кафе, обсуждение места для контейнерной площадки, превращение востребованной жителями тропинки в полноценный тротуар или дорожку с лестницей. Эти и многие другие вопросы решают с главой жителей города. По каждому вопросу идёт поиск решения, так как большинство проблем имеют свои нюансы и нетипично. Всего за августовский приём принято 17 посетителей, которые обозначили более 40 вопросов. Что утро нам готовит? Сегодня в районе 6 часов утра наша съёмочная группа совместно с Общественной палатой Ивантиевки, Госадомтехнадзором и полицией приняла участие в рейде, призванном выявить нечистоплотных горожан. Килограммы отходов – это не предел, так считают недобросовестные горожане, выбрасывающие мусор в овраге и другие немноголюдные места. Выявлять таких людей теперь будут общественники совместно с Госадомтехнадзором и полицией. На этой неделе уже проведено несколько выездов на несанкционированные стихийные свалки, проведены рейды. Никто не даёт право загрязнять окружающую среду. Излюбленное место у любителей сбросить – мусорный балласт, а враг – у рынка на детской. Весной здесь разгребали завалы отходов активисты Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и местные предприниматели. Но чистота в городе, по всей видимости, кому-то не даёт покоя. Общественной палатой города Ивантеевки был проведён мониторинг на несанкционированные свалки, в ходе которого были выявлены два человека, которые были словлены, так сказать, пойманы сполично. Им выписали предписание и наложили административный штраф. Как подчёркивают общественники и неравнодушные к вопросу чистоты жителей, Пик сброса бытового мусора приходится на утро. Люди избавляются от отходов по дороге на работу. Представители общественной палаты города намерены сделать рейды постоянным явлением. Между тем, в Ивантеевке объявлен месячник благоустройства, приуроченный ко дню города. В этот период будет усилен контроль за исполнением городскими службами, управляющими организациями, собственниками недвижимого имущества, предпринимателями, обязательств по уборке своих территорий и состоянию фасадов зданий. И в продолжении темы чистоты. В эту субботу, 19 августа, на Бережке состоится экологический праздник. Начало в 16.00. В программе для детворы спортивные игры со сладкими призами, ростовые куклы, детская забава, колесо бельчонка, песни и танцы. Без подарков не останется никто. В 18.00 начнётся программа для взрослых. Танцы под открытым небом. Спонсором мероприятия выступила компания «Ивстар». В городской администрации состоялся третий муниципальный форум «Управдом». На встрече обсудили наиболее волнующие жители вопросы. В частности, речь шла о тарифах на коммуналку. На повестке волнующие всех собственников жилья вопросы. В первую очередь, размер платы за содержание и ремонт помещения, а также тарифы. С 1 июля в регионе заметно повысились расценки на коммунальные услуги. Тариф на водоснабжение в Ивантеевке – один из самых низких по области. У нас, значит, в Ивантеевке тарифы на водоснабжение оказываются ободоканал. Тариф с 1 июля 17-го года – 15 рублей 84 копейки. Рост в предыдущем периоде составил 7%. Такой рост связан с инвестиционными затратами на бурение много артезианской скважины, на золоте. На форуме отмечают необходимость создания в городе целой сети советов многоквартирных домов. Это должно вовлечь жителей во многие процессы жилищно-коммунальной сферы. Ведь именно это, по мнению заместителя главы администрации Дмитрия Ченихина, позволяет добиваться положительных изменений. Ещё один насущный вопрос касается технического обслуживания газового оборудования. Сотрудники одной из газовых служб выступают с докладом о своей деятельности. При этом живое обсуждение среди присутствующих вызывает стоимость их услуг. Если есть у нас общая цель – создать аварийку здесь, создать газовую службу городскую, давайте обсуждать какие-то вещи. Если нет, я доволен до вас информацию, мы эти протоколи отразим, и в правительство отчитаемся. Собственники задают наболевшие вопросы. Один из них – о капитальном ремонте в одном из домов по детскому проезду. Есть детский проезд, будем в планах включать планы ремонции, только попробуем ремонтировать фасад. По итогам форума принимается резолюция. В течение месяца в городе должны быть сформированы рабочие группы по проблемным вопросам. По ним, в частности, по ситуации с обслуживанием газового оборудования в многоквартирных домах, будут проводиться круглые столы. Готовь сани зимой, а прививайся летом. В Ивантеевке началась прививочная кампания против гриппа. В город поступило 8,5 тысяч доз вакцины для взрослого населения. В первых рядах на прививку сотрудники поликлиники – ничего, что август, даже хорошо. Раньше выработается иммунитет. В Ивантеевку поступила бесплатная вакцина – Савигрипп. С составом штаммов вируса, которые будут актуальными в предстоящем эпидсезоне. Прививаюсь сама и прививаю всех своих детей и мужа. Полностью вся семья прививается. Потому что два года назад сильно переболела гриппом с последствиями тяжелыми. Поэтому теперь прививаемся все время. Я прививаюсь, во-первых, каждый год. Прививается вся моя семья, детей прививаю я. Мы болеем меньше. Не так тяжело все это приносится. Бывает, но переболеем ОРВИ. Но в легкой форме не бывает ни по нему воней, ничего. Савигрипп – вакцина отечественная. В первой партии более 8 тысяч доз. Поступает в город не первый год. Для детворы с неделю на неделю ждут Гриппол Плюс в шприц-дозах. Сделать прививку рекомендуют в первую очередь работникам сферы здравоохранения, образования, сфер торговли и жилищно-коммунальной, сотрудникам предприятий бытового обслуживания, пенсионерам. Жители города, люди, работающие в черте города, не являющиеся жителями города, пожалуйста, вакцинация проводится бесплатно. Она будет проводиться так же, как и в предыдущие годы мы проводили, в прививочном кабинете взрослой поликлиники, который работает с понедельника по пятницу с 8 часов и до 7. Субботу с 9 часов до 13.30 – это процедурный 223 кабинет. Вакцина там находится. Пожалуйста, можно привиться там. По опыту прошлых лет будут в этом году работать и выездные, и прививочные бригады. Руководители предприятий и организаций могут оставлять заявки на коллективное проведение вакцинации от гриппа на рабочем месте. А просто жителям не стоит бояться очередей к терапевту. Врач осмотрит пациента прямо в прививочном кабинете. Сейчас, пожалуйста, вы можете обращаться. Обращаться непосредственно можете в сам 216 кабинет, в поликлинике взрослой, где вы получаете разрешение допуск на прививку. Я понимаю, что нужно там выставить очередь к терапевту. Мы сейчас тоже минимизируем ваши, так сказать, затраты в плане эмоциональном и в плане очередности к терапевту. Вы, пожалуйста, обращайтесь сюда, получаете допуск на прививку, делайте прививку и, пожалуйста, следуйте согласно своего уже непосредственного плана. Всего в этом году, как и в прошлом, планируют привить 17 тысяч взрослых авантеевцев и 10 тысяч детей. Ивантеевская медицина вместе со всем Подмосковьем переходит на электронную запись. Будьте внимательны сами и передайте пожилым родственникам, что через несколько дней вам смело откажут поликлиники в предварительной записи на прием к специалистам через регистратуру. Не только в Авантеевке, но и во всей Московской области, а затем в целом по стране. В ближайшие дни отменяется запись на плановый прием к врачу через регистратуру. В Авантеевской взрослой поликлинике запись через регистратуру не будет осуществляться уже с 23 августа. Попасть к нужному доктору можно будет, лишь записавшись через портал госуслуг Московской области, либо информаты, которые установлены в фойе. В Подмосковье с 1 сентября также заработает единый номер колл-центра губернатора Московской области для записи ко врачу – 8 800 550 5030. Новаторство, которое многие пациенты уже приняли с опасением, призвано улучшить работу учреждений здравоохранения. Преобразования проходят в рамках проекта «Бережливые поликлиники». Планируется, что таким образом будут разделены потоки здоровых и больных пациентов, а прохождение диспансеризации станет еще комфортнее. Итоговые цели проекта – начать оказывать помощь без очередей, сократив время записи по экстренным обращениям на прием в 5 раз, а ожидание приема в 12 раз, а также увеличить время непосредственной работы врача с пациентом в 2 раза. Вирус Коксаки, который поменял планы множества российских туристов, добрался и до Подмосковья. Случаи заражения от ребенка к ребенку были зафиксированы в Одинцовском районе Подмосковья. Фиксируется ли опасное заболевание в Ивантеевке? И что делать, если собираетесь на отдых в эпидемически неблагополучные районы? С такими вопросами мы обратились в местное отделение Роспотребнадзора. Начиная с этой недели стали регистрироваться случаи. И на сегодняшний день всего в городе зарегистрировано 3 случая энтеровирусных инфекций. Один случай у ребенка в возрасте 2 лет, один случай у ребенка в возрасте 5 лет, который вернулся с отдыха как раз в Турецкой Республике, и один случай у взрослого в возрасте 27 лет. Лабораторное подтверждение еще не проведено, расшифровка еще заболевания лабораторные не сделана. Результатов нет лабораторной расшифровки этих заболеваний. Если вы планируете все-таки поездку на отдых в Турецкую Республику, то нужно ограничить допуск детей в бассейны до стабилизации эпидситуации по вирусу Коксаки, и ограничить допуск детей в бэйби-клубы при отелях, в которых регистрируется неблагополучная эпидситуация по вирусу Коксаки или другим инфекционным заболеваниям. Подробное выступление о вирусе Коксаки заместителя начальника управления Роспотребнадзора по Пушкинскому району Ивантеевке и Красноармейскому Инессы Кочетовой смотрите позже в нашей программе. Сорок лет назад, 17 августа 1977 года, в Пушкино произошла одна из крупнейших аварий на железной дороге. Обрушился пешеходный мост через платформы. Ситуация усугубилась тем, что в этот момент в 11 часов утра на Москву должны были пойти опаздывающая электричка из Загорска и по расписанию из Пушкина. Еще большое количество пассажиров шло с пришедшего из столицы поезда, и требующий ремонта мост не выдержал потоков пассажиров и обрушился. Долгое время весть о трагедии передавалась из уст в уста. Официальной информации о трагедии не было. Несколько лет назад пушкинцы приступили к увековечиванию памяти о людях, которые погибли. В день годовщины падение моста в Пушкино прошла панихида. Наш оператор был среди, прямо скажем, немногих участников мероприятия. Едини садителю, покой Господи души раб твои, на тябу упования возложи шаг. Мемориальную доску установили год назад. Средства энтузиастам помогли собрать предприниматели. Инициативная группа начала сбор информации с архива областного суда, где взяли приговор сотрудникам железнодорожной станции Пушкина. Вот все, что есть из официального приговора – фамилии, инициалы. 40 лет назад пешеходный мост не выдержал потока пассажиров. Как пишет Википедия, часть пролета моста в считанные секунды критически накренилась, оборвала протянутую ниже контактную сеть электропоездов и рухнула вниз вместе с большой частью находившихся на мосту людей. Несмотря на то, что высота падения не превышала 10 метров, было большое количество погибших и травмированных. Многие упали прямо под колеса прибывающего и не успевшего затормозить загорского поезда. Некоторые погибли от поражения электрическим током, от контактной сети или были прибиты падающими вслед за ними развалинами и людьми. Я садился на платформе Завета Ильича. Электричка опоздала на 20 минут. И люди, которые пришли на следующую электричку, сели в эту же самую. Было очень много народа. В 11 часов она подошла от платформы станции Пушкина. И там было две лестницы, южная и северная. То есть северная туда Заветом, а южная к Мамоте. Все почему-то предпочитали северную лестницу. А я пошел на южную. Лестница вот та, я повторюсь, та северная лестница, она была целиком набита. Было 17 августа. Все готовились в школе. Детей всех везли, потому что в районе ничего не было. Только магазины были основные в Пушкин для детей, для штолы. Поэтому народа было много. Я не верю, я не считаю, что 20 тысяч лет погибло. Считаю, что больше, и считаю, что больше пострадало. И тяжело в том числе, чем 10 тысяч лет. Поезд подошел. Кажется, пожар еще электричка с Москвы. Тоже, Пушкинская, местная. Все вышли, все спокойно. Кто-то пошел на... Кто-то стал состративать, это обычно. Кто-то пошел на вот эту, на мост, на эту, на лестницу, на северную. Я пошел на южную. Было все очень планомерно, спокойно. Никаких волнений. И потом, и у меня были такие свои мысли. И вдруг ни с того, ни с сего. Я упал, лестница, ну, лестница моя упала, я это пошел. И я на то, что-то время потерял сознание. Потом тогда очнулся. Вокруг суматоха. Люди забегали. Кто-то тричит. А рядом со мной мужчина лежал. У него все ноги были разорваны. Потому что было лето. У него короткие были эти брюки. Было видно. Я его стал успокаивать. Успокойся, сейчас нас заберут. Я попытался встать, не смог. Потому что у меня бедро было переломано. Сломано бедро. Вот. И, в общем, привезли. Приехала машина. Всех собрали очень быстро. Подключили всех людей. Всех сотрудников. И нас всех развозили по больницам. Кого туда. У меня был перелом шейки бедра. Меня отвезли в Подлибке. Потому что в Пушкину не хватало больницы для всех. От меня в Подлибке отвезли. Там ставили рост. Отлежало 20 дней. Потом на тостылях ходил. Потом долечивался в Пушкину. В больнице. Потом из Министерства в Подлибке. Там, где я лежал в Подлибке, в сентябре, приезжали из Министерства путей сообщения. Привозили нам подраки пострадавших. Мне повезло, что я поднимался с этой стороны, с Южной. Поэтому у меня меньше. А там потом рассказывали. Уже очевидно. Там я лежал вместе в больнице с ними. Там вообще была мясная каша. Потому что люди хватались друг за дружбу. Тогда падали. Хватались за эти провода. Там не поймешь что. Вот действительно спасло нас то, тех, кто поднимался по Южной лестнице. По мосту. А почему-то все предпочитали ту лестницу. Я не знаю почему. Всегда. На той было много, а на этой было мало. Не знаю почему так. Мы третий год занимаемся восстановлением памяти об этой катастрофе. Сегодня у нас очередная панихида. Мы занимаемся также катастрофой в Мамонтовке, которая была 50 лет в том году. Этой катастрофе 40 лет. Мы установили в том году табличку. Мы восстанавливаем имена всех погибших. Потому что для нашего города это очень важное событие. И о нем важно помнить. То есть многие спрашивают зачем. Но именно для того, чтобы не повторять в будущем эти ошибки прошлого. Чтобы память о тех людях, которые пострадали невинно, похалатности, безлаберности, она хранилась и сохранялась годами. И больше такого трагедии не было в нашем городе. Мы получили приговор в том году Московского областного суда. Тут не все имена погибших, но хотя бы некоторые факты прояснились. Сейчас в Пушкино обсуждают возможность установить в сквере указ на улице Лесной в Пушкино памятную часовню. На нашем сайте ивантеевка.тв в разделе темы в рубрике «Происшествия» вы можете найти подборку информации из разных источников о трагедии в Пушкино. Нашу программу завершает выступление о вирусе Коксаки, заместителя начальника управления Роспотребнадзора по Пушкинскому району, Ивантеевке и Красноармейску Инессы Кочетовой. А я, Екатерина Бондарева, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, хороших выходных. В последнее время во всех центральных СМИ прошла информация, что на территории Турецкой Республики регистрируется случай заболевания вирусом Коксаки. Эпидемиологическое неблагополучие по вирусу Коксаки на территории Турецкой Республики было официально подтверждено Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на основании информации уполномоченного органа. Это, конечно, вызывает обоснованную обеспокоенность граждан. В первую очередь тех, которые планируют свой отдых еще в Турецкой Республике, тех граждан, которые уже вернулись из отдыха в этой стране. В связи с этим хочется напомнить, дать разъяснение и напомнить основные правила профилактики вируса Коксаки и других энтеровирусных инфекций. Но нужно сказать, что вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям. Эта группа острых инфекционных заболеваний характеризуется большим многообразием самих возбудителей. Это не только вирусы Коксаки, которые сами представлены 24 сиротипами вируса Коксаки А, 60 сиротипами вируса Коксаки Б, но и включают в себя около 70 других неклассифицируемых энтеровирусов. Инкубационный период при энтеровирусной инфекции – это скрытый период от момента заражения до момента появления первых симптомов заболевания составляет от 1 до 10 дней. Наиболее подвержены риску заражения этими инфекциями, наиболее восприимчивыми являются дети. Причем дети совсем маленькие, до 3 лет. В возрасте до 3 лет. Не нужно думать, что этот вирус распространен только в Турции. Он распространен повсеместно. Как и интеровирусные инфекции регистрируются круглый год, но наиболее характерна для них все-таки летняя осенняя сезонность. Пути заражения тоже разнообразны. Это и фекальный оральный механизм заражения, когда заражение происходит через загрязненную воду, загрязненные пищевые продукты, в первую очередь фрукты, овощи, ягоды, молочные продукты, грязные руки. Также воздушно-капельный путь заражения, когда возбудитель локализуется в ротоглотке и выделяется при кашле, разговоре и чихании. Ну и также и контактный путь заражения, когда пользуются предметами заболевшего ребенка, через загрязненные игрушки, возможно, заражение также. Сами заболевания, интеровирусные инфекции, характеризуются очень большим полиморфизмом, разнообразием клинических форм, симптомов и проявлений. Это могут быть и очагово-неврологическая симптоматика, и конъюнктивиты, и ангины, стоматиты, миалгии. У некоторых заболевших могут быть проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, гастроэнтерит, респираторный синдром, интеровирусная экзантема, сыпь появляться, лихорадка. У маленьких детей заболевание чаще всего начинается с повышением температуры. Температура повышается до 39-40, дети жалуются на головную боль, может быть рвота, могут быть боли в животе, иногда появляется высыпание на лице и конечностях, изъявления слизистой оболочки рта, могут быть и простудоподобные явления, когда на зафаренгит отделяемые, может быть, из носа, могут быть катаральные какие-то явления, сухой кашель может быть и так далее. Поэтому здесь очень важно не заниматься самолечением. При появлении первых симптомов заболевания, при появлении первых симптомов недомогания, нужно обратиться за медицинской помощью, вызвать врача на дом. Если тяжелое состояние ребенка, обязательно вызвать скорую помощь. Но если эта симптоматика возникла после вашего приезда с отдыха из Турецкой Республики, обязательно врачу нужно сказать о стране вашего пребывания. Меры профилактики энтеровирусных инфекций, они просты, доступны, всем хорошо известны, но от этого не менее эффективны. В первую очередь это соблюдение правил личной гигиены. Соблюдать правила личной гигиены самим, научить своих детей, в обязательном порядке мыть руки перед приемом пищи, после посещения туалета, после возвращения с прогулок, употреблять только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть фрукты, овощи, ягоды, следить, соблюдать температурный режим хранения пищевых продуктов и никогда не употреблять пищу, пищевые продукты с неизвестными сроками годности. Если это маленькие дети до года, то давать им только свежие продукты, в качестве которых у вас лично, у самих нет никакого сомнения. Если дети грудные, то каждое разведение смеси нужно готовить на один раз непосредственно перед кормлением ребенка. Если вы планируете все-таки поездку на отдых в Турецкую республику, то нужно ограничить допуск детей в бассейны до стабилизации эпидситуации по вирусу Коксаки и ограничить допуск детей в бэйби-клубы при отелях, в которых регистрируется неблагополучная эпидситуация по вирусу Коксаки или другим инфекционным заболеваниям. И отдельно хотела бы я сегодня обратиться к родителям, у которых есть дети, посещающие детские дошкольные учреждения, школьники, особенно учащиеся начальных классов. Сейчас, конец августа, начало сентября, происходит формирование детских коллективов. Дети возвращаются с отдыха с других территорий, с других регионов после зарубежного отдыха. И при формировании детских коллективов активно идет обмен вирусами между детьми. Конечно, в случае заболеваний возможны, вероятны. Но что я хочу попросить родителей? Если вы видите, что у вашего ребенка появились какие-то симптомы, недомогания накануне, не нужно ребенка отправлять в школу или в детский сад. Пожертвуйте своими какими-то обстоятельствами, что вам нужно на работу, что вам не с кем оставить ребенка. Поверьте, это будет только во благо ребенка, в первую очередь вашего ребенка. Потому что если вы больного ребенка отправляете в детское учреждение, это высока вероятность того, что у ребенка могут развиться тяжелые осложнения. И, во-вторых, этот ребенок может стать источником заражения для других детей, которые находятся с ним в одной группе или в одном классе. Думайте о здоровье и своего ребенка, и тех детей, которые находятся рядом с ним.